Добрый вечер, уважаемые товары и господа. Добрый вечер, уважаемые товары и господа. Добрый вечер, уважаемые товары и господа. Тогда Михаил Ларченко не набрал нужного количества баллов. Третья попытка, уже с двумя курсами политехнического университета в помощь и без медицинских экспериментов, сдал курсант. Шел 68-й год, год, когда впервые поднялся в небо Ту-154. СССР могучая авиационная держава. В 63-м году конструкторское бюро Туполева начинает разработку нового среднемагистрального лайнера. Требований много, он должен быть экономичным, безопасным, скоростным. Ставил вопрос о количестве двигателей. Два сберегут топливо, четыре будут отвечать требованиям безопасности. Туполевские специалисты нашли компромисс. Мощная энергетическая установка, состоящая из трех двигателей на Ту-154, которые позволяют самолету летать высоко, далеко и достаточно комфортно, создают комфортные условия для пассажиров. Расположение их в хвосте, все шумовые эффекты, вся вибрация, вся тряска пассажиров не касается. Первой отечественной туполевской пассажирской машиной, которая практически не имела в основе своей военного прототипа, стал самолет Ту-154. Проводились и проводятся работы по уменьшению шума на местности, и как по двигателю, так и по конструкции самолетов. То есть по машине работает. Она еще в эксплуатации. Кстати, о 134-ке, о 154-ке речь идет о нестах сотнях экземпляров. Просто так их на помойку выбрасывать никто не будет. На самолете использована трехщелевая механизация. Достаточно сложная. С точки зрения аэродинамики это был достаточно серьезный прорыв. Самолет имел уже в то время систему автопилот, то есть автоматическая бортовая система управления. Это была такая новинка, которая на этом самолете применялась впервые. Шасси, которые позволяли садиться на неподготовленные аэродромы. Несколько лет назад правительству было, конструкторским бюро, представлены новые двигатели, которые удовлетворяли современным требованиям по расходу топлива, по уменьшению шумов. Ну, было принято постановление о том, чтобы развивать это и довести до серии. Но, к сожалению, это дело так и заглохло. Ту-154. Для конца 60-х годов самолет нового поколения. Создавался не на основе предыдущей модификации, а с нуля. Главный конкурент американского Боинга 727. Был призван заменить три разнотипных пассажирских лайнера. Ан-10, Ил-18 и Ту-104. Вобрат в себя самую большую скорость и комфорт от одного, лучшие взлетно-посадочные характеристики от другого, дальность полета и экономические показатели от третьего. Параллельно с первым испытанием в 69-м году опытный Ту-154 с восторгом принимали на салоне в Лебурже. В 80-е годы этот самолет стал самым массовым в Советском Союзе. Он летал более чем в 80 городов Европы, Азии и Африки и не раз участвовал в международных выставках и авиационных салонах. Лучший лайнер земли должны были строить в Москве, на заводе «Знамя труда». Но из-за сильной нагрузки заказами на истребители «Миг», «Знамя» в «Миг» не могло перенять эстафету у конструкторов. Терейные производства срочно развернули на «Куазе» – Куйбышевском авиационном заводе. Фактически полтора самолета в неделю мы выпускали. То есть вот такие заказы были на этот самолет. Он полностью отвечает требованиям европейской зональной навигации «РНП-1» по требованиям «Пернаф». Для того, чтобы выполнить рейс на Москву, на Ту-154, в среднем это 5,5 тонн керосина. Если этот рейс выполняется на «Аэрбасе», это 3200 килограмм. Ну то есть это не доли процентов, это на самом деле очень значительная сумма. Компания «ГТК Россия» – один из последних крупных перевозчиков, кто отказался от эксплуатации самолетов Ту-154. За последние 5 лет эта участь постигла и Ту-134, и Ил-86. Сначала из-за новых европейских норм по шумам, потом из-за ограничений по экологическим выбросам, и, наконец, из-за скачка стоимости на авиационное топливо в 2008 году. Когда доля расходов на керосин превысила 50% от всех трат компании, было принято решение заменить отечественные лайнеры на «Боинги» и «Аэрбасы». На самом деле уже пятый год вывод нашей отечественной техники идет он исключительно потому, что, к сожалению, наша промышленность не может выдать какой-то конкурентноспособный продукт, потому что авиакомпания находится сейчас в состоянии жесткой конкуренции. Мы вынуждены считать каждый рубль. Ту-134 – пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Создан в 1963 году. Впервые в мире на региональный самолет поставили не турбовинтовые, а турбореактивные двигатели. Эту мысль советских ученых потом использовали ведущие конструкторские бюро Запада и Америки. По своим взлетно-посадочным характеристикам, Ту-134 был самым подходящим для аэродромов СССР с их малоразвитой инфраструктурой. И благодаря этому самолет быстро завоевал небо над Союзом. В 2002 году ужесточение норм по шумам закрыло этому лайнеру дорогу в Европу. После катастрофы Ту-134 в аэропорту Курумач в марте 2007 года было объявлено о том, что к 2015 году эксплуатация самолетов этой модели будет прекращена. За последний год от самых надежных, по признанию специалистов, популярных советских лайнеров отказалось много компаний. В том числе СССР и ГТК России первопроходцем стал Аэрофлот. После распада СССР еще в 1991 году советский перевозчик-монополист хоть разделился на мелкие компании, но базовые активы оставил за собой. В середине 90-х он ввел рейсы на Боингах 767 и Аэрбаз 310, а потом зарубежные самолеты стали стаями садиться на российские аэродромы. Аэрофлот отказывается комментировать эту ситуацию. Почему становится понятно, когда тему затрагивают заслуженные летчики? Авиакомпании, которые получили благодаря маршалу Шаповшнику, это первый предатель авиации России, маршал, купил аэрофлоту Боинге, запустил их туда, тем самым вытеснил Ил-86, который можно было моделироваться. Это уже последний самолет в 80-м году. Просто за свой позор своего народа внесли в Россию чужую технику. И мы кормим сейчас не своих рабочих, не своих инженеров, мы кормим западных инженеров и всех остальных рабочих у класса ихнего. А нас же выкидывают на улицу. Государство обязано обеспечить условия для того, чтобы люди могли перемещаться. Поэтому если у нас сегодня нет предложения по надежной технике, то закупаются зарубежные воздушные суда. Но недавно было принято решение о том, что самолеты в категории 50 мест и меньше, и выше 300 мест, они могут возиться без пошлина даже. Можно обсуждать это решение, но пересматривать, по-видимому, не будет никто. Отказываются компании-перевозчики и от Ил-86. Это первый и самый массовый отечественный широкофюзеляжный самолет. Был создан в середине 70-х годов, когда резко возрос пассажиропоток. И на линии средней дальности нужно было перевозить в два раза больше пассажиров. Широкий фюзеляж Ил-86 позволил установить в одном ряду 9 кресел с двумя проходами. Конец 1980 года. Первый регулярный рейс по маршруту Москва-Ташкент. В следующем году на Ил-86 установлено 18 мировых рекордов скорости. Один самолет Ил-86 построен специально для президента России. И еще два в модификации воздушного командного поста для управления вооруженными силами на случай ядерного конфликта. Самолет стал основой для дальнемагистрального Ил-96-300, который сейчас служит первым лицам государства. Принимаю решение на вылет. Номер ЕС-187, аэродром назначения Домодедова. Бортовой номер воздушного судна 85770, фамилия Ларченко. Эшелом полета 11100. Ты стараешься, по крайней мере, так, чтобы пассажир даже не почувствовал, что он взлетел и что он сел. Иногда это получается, когда люди просыпаются, когда уже самолет чуть ли не останавливается на стоянке. Говорят, как, неужели прилетели? Это приятно. Постижение самого самолета, постижение его нюансов, тонкости, это проходит годами. Я на нем отлетал 23 года, но я постоянно что-то получаешь новое, приобретаешь новое знание, понимаешь, что сейчас и даже 10 лет назад я совершенно разные, у меня впечатления, ощущения от полета. Приспособление для приуборки шасси должно быть открытый замок. Просто бывали случаи, что он был закрывался и шасси не убиралось, поэтому это входит в технологию осмотра шасси. Командир экипажа в обязательном порядке осматривает самолет перед полетом. Наземные службы, конечно, проводят серьезную предполетную подготовку лайнера, но этот обход – нечто большее, чем контроль, в чем-то даже ритуал. Первый тип самолета, который освоил, это был Ан-2. То есть я попал по распределению в Карелию, а потом следующий этап, там, у меня был Ту-134. То есть я на нем отлетал, как бы потом, это было в Архангельске, должны были получить Ту-154 самолет. И я в первой группе уехал на переводчину. Тогда Архангельск не получил Ту-154, и Михаила Ларченко отправили на родину, в Ленинград. Это был 1986 год. С тех пор летчик приветствует своих пассажиров только на этом лайнере. Добрый вечер, уважаемые мои господа, говорит командир корабля Ларченко. Я рад приветствовать вас на борту Туполева-154. Наш полет будет проходить на высоте 11 тысяч метров, а время в пути 1 час 10 минут, а расстояние 700 километров. Желаю вам приятного полета. Сейчас затягивайте грызные ремни, но затем через несколько лет. На Ту-154 Ларченко отвозил моряков в Южноафриканскую республику. Летал в Таиланд и на Камчатку. Облетел все города Европы. Вдоль и поперек расчертил реверсивным следом карту мира. А в этот день, точнее ночь, ведет Ту-154 в крайний полет. Так авиаторы называют завершающий рейс самолета. Но в этом случае это еще и крайний полет командира экипажа. Михаил Ларченко больше никогда не сядет за штурвал. Самолет выводят из эксплуатации, командир уходит на пенсию. По возрасту он уже не подходит для переобучения на иностранный лайнер. Сожаление, конечно. Жалко, что вы решили. Могли бы еще летать. В адрес компании перевозчиков посыпали судебные иски от летчиков. Только в ГТК России из 400 человек, в том числе бортинженеров, штурманов и бортпроводников, под сокращение попало почти половины. И не все оставшиеся отправлены на переобучение. Если самолет иностранного производства это два пилота, ну в основном, если нет специфики дальних рейсов, то у нас это четыре пилота. Если иностранную авиатехнику из парков, которые у нас сейчас составляют 19 самолетов, я имею ввиду, как бы Airbus и Boeing вместе, обслуживают 200 человек, то такое же количество наших самолетов обслуживает 600 человек ВТБ на земле. Часть персонала за счет авиакомпаний и государства отправляют на переобучение. Многим отказывают по возрасту, по уровню знания английского или профессиональным данным. Причин находится много. Перевозчику в рыночных условиях невыгодно держать столько специалистов. Говорят, их попросту нечем занять. Компании будут финансироваться по переподготовке через регионы, по программам подготовленные Росавиации. Мы таким махаром рассчитываем переподготовить порядка 200-300 человек в течение двух лет, 2010-2011. Авиакомпании обязались своими гарантийными письмами, что после переучивания они примут этих людей себе на работу. И таким образом будет прямая прослеживанность, что деньги, выделенные государством, не будут потрачены впустую, и специалист никуда на нее сбежит. Ни госпрограммы, ни инициатива компании не обеспечит работой всех. Более того, летчики, общаясь между собой на форумах в интернете, сообщают, что их компании берут на работу пилотов из других городов, а своих сотрудников десятками выставляют на улицу. Многие летчики-штурманы находят деньги и переучиваются сами, но это тоже не является гарантией. А в последнее время стали говорить о самом страшном и казалось немыслимым. Мы же дошли уже до последнего столба позора. Сейчас первые начались восклики, так же, как это в 90-х годах начиналось, что не надо нашим летчикам доверять, наши не умеют летать, надо покупать иностранных летчиков. Во-первых, кто из иностранных летчиков пойдет сюда, когда у них окладный командир корабля Бонг-747 275 тысяч долларов в год? Хорошо, ты купил этих летчиков. Тем самым ты закрыл дорогу подготовки русских летчиков, российских. Пацанов, пацанов. Например, в Соединенных Штатах, если вы не гражданин Соединенных Штатов, то вы не можете устроиться на работу ни одной компании Соединенных Штатов. Больше скажу, такую компанию, как Люфганза, если вы не гражданин Германии, вы в жизни туда не попадете. Это безопасность, престиж, ну, скажем так, уровень, скажем. И если компании, которые хотят потом сделать ставку на пилота, который будет привлекаться со стороны, на временщиков, я не завидую тем пассажирам, которые будут пользоваться услугами таких компаний. Специалисты уверены, что спасет ситуацию только госзаказ. И в отношении пилотов, и в отношении самолетов. Это так называемый железный ряд. Последняя стоянка для лайнеров-отказняков. С них снимают двигатели, стойки шасси, демонтируют кресла в салоне и все оборудование. Дальше зрелище неисприятное, даже если четко понимаешь, что другого выхода нет. Это в основном выходящие из эксплуатации по своему техническому и ресурсному параметру. Это воздушное судно Ту-134, Ту-154Б, Ту-154М, ИЛ-86. Мы удивлены тем, что в масштабах нашего государства никто не хочет рассматривать данный вопрос как важный с точки зрения его организации. Поэтому мне кажется, что данный процесс у нас в России, он идет практически стихийно. На Самарском, бывшем Куйбышевском авиационном заводе, кажется, кипит жизнь. На самом деле, в этот момент идет работа лишь над одним самолетом. Ремонт лайнера для Министерства обороны Польши. Еще один самолет ждет в своей очереди. Шесть фюзеляжей без начинки. Это продукт середины 90-х. Так с тех пор и стоят. Сейчас у нас положение ничуть не лучше, не хуже, чем на других предприятиях, ориентированных на гражданскую авиацию. Мы делаем один или два самолета в год по заказам авиакомпании. Причем, в основном, конечно, сейчас наш бизнес ориентирован на государственный оборонный заказ. То есть основным заказчиком является Министерство обороны. Разработчики определили для самолета ресурс 70 тысяч ледных часов при 30 тысячах полетов. При этом большинство летающих Ту-154 исчерпало свои возможности только наполовину. Лайнер до сих пор выгоден на определенных маршрутах, а в некоторых случаях ему уступают Боинги. Например, в аэропорту Минеральных Вод Боинг с низковисящими двигателями не сядет. Взлетно-посадочная полоса не предусмотрена. Сторонники вывода советских самолетов настаивают. Замена парка воздушных судов происходит и за счет отечественных лайнеров. Такими считают Ан-140, Ан-148. ВТК Россия в конце декабря выпустит его в рейс. Их прямой конкурент – самый яркий пример. Региональный самолет «Сухой Суперджет-100». Рассчитан на перевозку до 95 пассажиров на расстоянии до 4400 километров. Он должен полноценно заменить Ту-134 и Як-42. Летом этого года в Комсомольске-на-Амуре «Суперджет-100» совершил первый рейс, не опытный, а с полным оснащением. Не хватало только пассажиров. Работа ведется вместе с американской компанией «Боинг» и французскими создателями двигателей. Сегодня в глобальном масштабе, так сказать, в США, в Европе нет ни одного самолета, который создается вот одной страной. Даже вот европейский самолет создается только европейскими производителями. Все они абсолютно являются продуктами, так сказать, такого международного, международной кооперации. Но важно, что разработка самолета, концепция, все его основные, так сказать, базовые элементы, интеграция всех компонентов основных происходит силами российских специалистов. В ОКБ «Ильюшин» отказываются обсуждать этот вопрос с журналистами. Генеральный директор ОАО «Туполев» Александр Бобрышев тоже не соглашается на интервью. Здесь готовы говорить только о новых проектах и показывать учебный центр. Новые самолеты — это Ту-204, 214 и 334, которые разработаны в конце 80-х, начале 90-х годов. Их по 10-20 лет доводят до совершенства. И если Ту-204, например, хоть немного пользуются спросом, то 334-му, как уверены эксперты, просто не дают хода на высоком уровне, оставляя преимущество за суперджетом. Министерство транспорта в свое время в адрес авиационной промышленности направляло свое мнение по всем типам воздушных судов, в том числе отражало потребность в размерности вот такого самолета, как Туполев-334. Высказывала заинтересованность приобретения в этих воздушных судах ряда авиакомпаний. Единственное, что промышленность ни наша, ни зарубежная никогда не начнет выпуск самолета, заказы на которого реально не подтверждены. Вот над этим сейчас нужно, наверное, у АКО и поработать. Сегодня авиационная промышленность готовит, может быть, с небольшим запозданием, но тем не менее готовит новый самолет, так условное название его МС-21, магистральный самолет 21 века. Мы, так сказать, делаем прогноз авиатехники, которая выйдет на магистрали к концу десятилетия. И, значит, характеристики, которые будет иметь наш самолет. И вот здесь должна быть конкурентоспособность. То есть это должно быть, по крайней мере, не хуже, а лучше. Пока это только проектируемый самолет, его создатели предполагают начать поставки в 2016 году и заменить окончательно Ту-154 и даже Ту-204. Государство создает серьезные авиакосмические программы на будущие годы. Но, по оценкам экспертов, если собирается вкладываться, то пока только в ближние магистральные самолеты. И то за редким исключением. Как показал период 20-летнего спада, без госзаказа проект, каким бы он ни был современным, не продвигается даже информационно. Промышленность, имеющая потенциал для создания прорывного лайнера, готова приступать хоть завтра, но только при предоплате серийного производства. А перевозчик готов купить отечественные лайнеры, но внести деньги соглашается уже за готовый продукт. Ни производители, ни потребители не идут на такие риски, и пока летают по замкнутому кругу, на Боингах и Аэрбасах. Двигатели прогреты. Это временная схема струвала, хотя струвал настоящий буду менять. Средний пульт сделан из фанеры, но в нем использованы блоки со старых списанных Ту-150 сфиль настоящий. Вот здесь будет потолок со всеми выключателями потребителей. Дмитрий Колесник необычный симуляторщик. Он автор учебного пособия для подготовки летных экипажей. То, что когда-то было хобби для радиоэлектронщиков, внезапно вызвало восторг у специалистов. И его изобретение распространилось не только среди любителей. На дом пришли сотрудники КБ Туполева. Человека пригласили на работу, в компьютерной программе выдали сертификат. Начинается обучение с конструкторов. Вот в наш учебный центр мы проводим обучение первых летчиков, испытателей, заводских специалистов, кто будет строить самолет. Учат конструкторы. Это на работе. Дмитрий создает программы для полетов на новых типах отечественных самолетов. А дома тайная любовь, предать которую не может. Таких кабин Ту-154 десятки по всей России. Вряд ли кто-то создает дома подобие Боинга. А вот и своя тушка именно этой серии особая гордость. Даже если она занимает значительную часть комнаты в коммуналке. Вот все люди, которые летают Ту-154 и обслуживают, они совершенно точно все говорят, это женщины. С очень сложным характером. Ту-154 надо, во-первых, любить, уважать, во-вторых, в-третьих, с ней надо взаимодействовать. Это не тот самолет, который можно грубой силой пересиливать, допускать какие-то хамские с ней методы. И за это она отплатит очень жестоко. И вот когда я увидел ее на посадке, я в нее влюбился с первого взгляда и навсегда. Вот необычное очертание, покатый лоб, крутой, могучий, стремительный хвост и очень изящные, длинные, необычные, терешки-шасси, шестиколесные, отвисающие немножко к низу, вот так вот. А потом уже в дальнейшую разберку она садится. Вообще-то, вот как девушка, входя в воду, пробует пальчиками ноги воду, вот так вот, тушка, она у нее, в таком положении, пробует все передние колеса, бетон, и так потом так и садится. То есть посадка Ту-154, чисто эстетически, очень красивое зрелище. У авиамоделистов теперь больше возможностей для создания таких кабин в домашних условиях. В последние месяцы оборудование Ту-154 будут вписывать тоннами по всей стране. В ангаре готовят к выходу на железный ряд самолет с бортовым номером 85770. Тот самый борт, который совершил вместе с Михаилом Ларченко, крайний полет. Я вам вспоминаю, мы заходили в Афинах, была команда, что садимся, то есть полоса впереди, и буквально на высоте там 10 метров вдруг сбоку на полосу выскакивает машина сопровождения. Пришлось, значит, уже с такой маленькой высоты давать взлетный режим, уходить на это самое. Но диспетчер после этого долго извинялся, там просил прощения за то, что, в смысле, как бы несанкционированный выезд. Летая 23 года на Ту-154, я просто как бы в восторге от этой машины. Очень надежный самолет. Обидно, когда начинают хаять незаслуженно прекрасные самолеты и прекрасных летчиков. Михаил Антонович по иронии судьбы живет в легендарном доме в авиагородке. Дом 13 выходит окнами прямо на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково. В США у Министерства обороны есть такая система. Они придумывают для советских и российских лайнеров военных и гражданских прозвища. Это повелось со времен Холодной войны. Условные обозначения позволяли американцам вводить свою систему кодов. Так вот, романтичные натовские военные назвали наш Ту-134 жесткий, Ил-86 изгиб крыла, а Ту-154 беззаботный. Русским такой теплой любви к отечественной авиации явно не хватает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok